Как известно, самый младший автор сегодня присутствует. Это Марта. Поаплодируем Марте. Самый старший автор Алексей Потапенко с нами. Но он спрятался и играет в домовичка. Поэтому я думаю, что если вы где-то увидите, что он выглядывает, значит он с нами рядышком. Марта, расскажи, пожалуйста, про выставку и почему он такая имеет название. И немножко расскажи про свои работы. Название, потому что мы не слышали. Название. Хорошо. А если рассказать про свои работы, почему ты отобрала именно эти работы? Потому что это челевания на Венере. Мы на Молене с Дрешевая. Ага, то есть на Венере. Это я, но нет. Это я, но в Миндесе это Кобинск. Ага, так ты книгу... Я у меня к гостям. А, они тебя пригласили на Венеру и ты туда полетела. И сколько лет тебе было, когда ты нарисовала эту работу? Я не знаю. Тоже такое бывает. Ну, на самом деле, да. Мы не все знали, что это челевания на Венере. И, наверное, если тебя пригласят, то скорее всего на Марс в следующий раз. Потому что это почти возможно. А расскажи нам еще, пожалуйста, про следующую работу. Она тоже космическая, поэтому хочется услышать о ней немножко. Это на Луне. Здесь космонавт с инопланетянином. Космонавт похож на мою бабушку. Космонавт похож на твою бабушку. Хорошо. А на бабушку Свету, да? Да. Интересная работа тоже. Это, наверное, я. Марфа в будущем, да? Хорошо. Давай продолжим дальше. Ну, это обещай в стране чудес и шляпник. Это по... Полью с собой. А можно сказать, Марфу, про твои эти работы, что они все абсолютно шалейны? Конечно. Хорошо. И тогда расскажи еще про эту работу. Она одна из самых больших и таких проработанных. Расскажи, как ты ее... Как она тебе пришла в голову вообще? Это работа к книжке «Ветер в небах». Это реклама книжки «Ветер в небах». А кто-то читал эту книжку? Кто-то знает ее? Ну, я знаю ее. Вот, здорово. То есть, ту автор. Расскажи, Марфу, ту автор. Ну, расскажи двух словах, про что эта книжка, чтобы кто захотел мог почитать. Ну, про зверюшек, про их приключения. Про крота. Про крота. Про крота. Это крота, вот та водяная крыса. Я никогда не видела, какая она на самом деле, и не знаю, какая она. Но я тут представляю уже такую. Вот эта водяная крота крыса, которая рядом с кротиком с вами. Да. И ножки, ножки. Мне эти ножки напоминают еще какие-то ножки. Баба. Боевика. Ну, это в качестве комплимента. Да. А еще расскажи, откуда ты списывала вот такой вот шкафчик с кучей таких прекрасных домов? Бабушкиновой дом. То есть, можно сказать, что здесь изображен бабушкин дом, что ты как раз использовала то, что... Бабушкиновой дупло. Это надо так называть его, да? Это надо так называть его, да? Что можно сидеть перед камином и пить чатом. Да. Все понятно. Ну, тогда поаплодируем Марфе. Спасибо. Марфе очень рада с такому личному выступлению, так что мы передаем дальше губер следующему участнику. Это Аня. Аня расскажет о своей работе. Как вы видите, это картина с ее произведения искусства. Оно также по книге Рейс и Гэрона. В общем, да, я взяла, так сказать, довольно-таки скучную тематику, ну, как бы не оригинальную, просто про Алиса. Вот, и решила, что надо, в общем, будет передать, не знаю что, за счет самой техники. Вот, и поскольку я хожу в художку, вот, и мне, ну, как бы надоело работать акварелью или еще чего-то, я решила, а давайте экспедиция. Вот, и еще у меня было так много времени, потому что я всегда делаю все в последний момент. И я решила, что мне компьютерную работу буду рисовать куда быстрее. Я эскиз этой, вначале сделала эскиз крандашом, где взяла гипофизики, прямо на уроке физики. Не помню, как она тогда была тема, но голос физики звучал очень многодично и как раз аккомпанимировал, вот, прекрасно создавал атмосферу для создания подобных сериалистических картин. То есть можно сказать, что здесь какие-то физические... Формулы только по физике, да, на самом деле. Там потом я еще, я рисовала на чистой страничке, но потом же я ее тоже написала, и там форму, прямо поверх изначального рисунка теперь все эти задачи. Вот. Потом, значит, я ее сфотографировала и отрисовала на компьютере. И, да, потом я решила ее распечатать. И я думала ее полностью еще обклеить чем-то, но потом я начала доклеивать всякие элементы, из чего попало все, что мне готово лепило. И в итоге я решила, что вот, в принципе, это нормально получилось. А вот эта вот выпуклая штука, она очень спонтанная, причина по мне в голову, как и в принципе все, потому что импровизация как стиль жизни. Там как раз получился шов на лице у Алисы. И когда еще одну штуку вот такую распечатали, чтобы заклеить по шуму, я ее предложила неровно, вот так, и мне понравилось еще оставить. Это очень, очень здорово, потому что как раз таки идея внезапная, обладает наибольшей ценностью. Еще интересный факт, что здесь на разных языках в мире написано слово «Чай», если письмо в Генце. Так что вот здесь можно сделать. Да, прямо на самом смысле. Это очень выразительная форма. Спасибо, Анечка, большое. Это работа про общение и вообще про взаимосвязь с людьми. Разные варианты, вот, и даже не знаю, что еще сказать, потому что как бы… Работает только часть, потому что их было вообще очень много, и как бы они прослеживали разные варианты развития событий. Вот, как бы это то, что в данный момент у меня осталось и есть, и, ну, они мне очень ценные. И, ну, оно очень классно смотрелось, потому что я оформила дерево, и обычно с деревом не взаимодействуя, оно там на стене висело, всю стену заполняло, и там можно было ходить, смотреть. Ну, вот, например, есть особенно композиция, которая несколько, ну, вот, как это, учитывает место пластов керамических, то там, ну, например, какие-то ассоциативные были моменты, и, ну, так оно между собой и смотрится, как бы по ассоциациям разбито. Вот, ну, вот так. А у нас важная идея-то есть трубка из каждой из историй? Ну, оно у меня всё называлось коммуникацией, а отдельно нет, не было. Ну, там как бы там было, например, автопортрет, ну, там двойной автопортрет, это тоже была коммуникация, как общение между зубой, как социальная штука, как влюблённые общаются, как вообще можно там общаться с какой-то невидимой силой или ещё там что-то, ну, вот. И я ещё думаю, название, наверное, не следовало давать каждой работе, потому что, ну, любой глядач мог увидеть там своё что-то личное, и, как бы, это тоже свобода в какой-то мере, которая предоставляется зрителям. А теперь мы переходим к этой части нашей экспозиции и передаём в демоар. В демоарте. В демоарте немножко превратилась в Хаттавыча, да? Сегодня Хаттавыча. Ну, Пуся, что ты можешь сказать про свою работу? Всем чая. Спасибо. Я думаю, что... Вот, и почесать мою гору. А можно загадать желание? И вырвать волосину. Хорошо. А желание исполнится? Да. Хорошо. Всё, я думаю, что если все перезиняются, то оно останется очень маленьким. Ну, а если Марта разрешает? Вот. Тюрень, конечно, тюрень хочет загадать. У него столько желаний, чтобы он потом не разъелся. Я знаю, что он загадывает еду. Расскажи, Марта, почему планета картошка? Почему чайник превратился в картошку? Картошка, чайник. Ну, наверное... Картошка, это и есть чайник. Это был рядом с Мартой. Бабушка, которая вам картошку. А тогда я пришла эту демо. То есть картошка просто была как раз вкусная бабушкина картошка. Ну, и вкусный чай, как Марта. Так что поаплодируем Марте. Ну, и вкусный чайник. Да, вылеча, аплодируем. Да, вылеча, аплодируем. Ну, и на самом желании. Теперь мы передаем слово Нестору. Ты не против? Нет? На каждой вещи не держится. Ага. То есть это как зеркало, зазеркаленное. Где стол, чайник. Стол, чайник не увеличивается. И точно так же уменьшается. А расскажи нам, что за персонажи? Что за персонажи из них? Ну, будет зеркало. Это просто человек. А вот расскажи мне историю про рыбу. Про плетящие какие-то... Да есть какие-то еще идеи? Это рыбно. В рыбно хотела его съесть. Это рыбно зависело сюда, чтобы съесть этого. Да ничего случайно. Ничего случайно. Это рыбно. Это рыбно, чтобы приедать сюда. Это подносим. Это пицца или это масло? Это все есть. А, ну это все не должно, да? Да. Вот. Ну, тебе хотелось бы, например, создать такую скульптуру, например, из таких столов, где можно было бы, например, сидеть, печатать самый маленький, потом, ну, допустим, кто-то залазит сверху, так же, до самого высокого, чтобы это было в той спятиэтажной комнате. Вот, это идея не пока. Это подводы. В общем, есть над чем вы думаете. Хорошо, что много вопросов. Ну что, если пока нет вопросов, да? Переходим к следующей работе. Эта работа появилась, когда я сидела с дедушкой дома. Мы с дедушкой очень любим бабушки в арене. И с этого началась ракета-супенька. Потом, так как тут уже стоял стол самоварный, поэтому решили, что эти вареньки летят с ракеты, падают с ракеты на парашютах, а этот мужчина ловит их в тарелку. Отличный мужчина. Уступали на сейх, вот, знаете, девочки с собачками. Вот, потом, так же тут лежат с птицей, которые там такие, там, еда, на ракетах. Это перехватчики на еду. Перехватчики на еду. Да. Вот. Потом, да, тут также есть большой нот, в котором застрял кот. Вот. Ну, чревес седой тоже. А что это? Это пришли гости такие музыкальные, да? Это, да. Это музыканты, ну, они шалели, поэтому у них гитара на оборот, так как если ноты на оборот. А, из луки попадают. Да, вот. И тут такой жираф с кофтой зебры. Потом лев с кофтой жирафа с шерстной нами зеброй. А тут какие-то пасты в стране. И когда он ракет сделал, он поделал какие-нибудь. Конечно. А расскажи еще, что там на деревьях какие-то еще? На деревьях это бончики такие все, просто сладости. Как такое, что можно было подойти вот так, как яблоко сорвать или от фонток подошел в шоколад. С какой-то растением. Да. Ну, правда, надо запастись таким самооплоданием, чтобы не не ест совсем. Ну, зуброзу бы можно запастись. На этой картине они показали чайный лиф. Ну, а по слову, я не знаю, выращивали чайный лиф. И если оставить просто чашку и ты чайник, но подробно ненадолго, она превратится в чайник лиф, но он может выглядеть не так, как может быть. И так же тут есть магические, это бонон, 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 бонон. И на мой взгляд есть табличка. Обычно, табличие классики «не ходить по газону». Это почти как по газону, да? Это почти как по газону, а по по газону. А вы хотите вот в парке Болгархинского реалистики не ходить по газону, и они похожи на чайники? Я бы не могла учить. Ага, да. Ну, может быть, добавим нам свои объекты? Можно пить чай, да? Ну, да. Ну, тут очень сложная композиция, очень интересная. И вот, насколько я знаю, что ты рисовал как раз эту чашку вообще снотурно, да? То есть ты вспоминала историю, которая случилась у тебя там, да? Ага, какую? Ну, вот что, действительно, в чашке произошло такое событие, да? Ну, конечно, да. Ну, допустим, приходит, и чашку собирается немножечко мало, и чашки приходится брать с водопомником, и я их поставлю. А чашки стоят там готовы? Чашечки там же скрепаются. Зато мы не пообещаем, получается. Да, тут также есть гусеница из антистинного кудеса. А вот она на тебе. А можно сказать, да? А ты, да? А ты, да. А ты, да? А ты, да? А птица? А птица? Скажи, да, птица. Ну, птица, к ней чуть ли, поиски, с какой-то, да? Да, 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 да. Ань, постольте? Эээээ, давай, ну, муточка, мою муточку. Да, Дариша ассоциирует себя с уточками, и, по-моему, не знает? А почему ты такая связь с собой, а не сходами? Сейчас он изучает твои работы, и... Я не знаю. По крайней мере, я думаю, что они тебе очень нравятся, и получаются тоже интересные другие персонажи. Они не поняли. Ошибляют. Да. Что ты говоришь? Я не пишу, что надо спать, чтобы в школу спелить. Ну, конечно. Это был момент, когда в духовственной школе Марка мне сообщила, что будет выставка. Она сказала, что мне нужно будет что-то рисовать, и ничего лучше всего мне рассказала. Но из этого спать не надо только то, что это будет все будущий шален. И все. Да. Видите, когда это было, и у меня было мало времени, то, что Анна Рихадет уже говорила, что если они умеют все делать, и я тоже делаю это в последний момент. И в том случае, что я как раз заболела. И пока болела, я пришла в эту работу. И у меня была где-то три эскиза, из которых я выбрала вот этот. Потому что мне больше всего понравился тот факт, что это речка, что это вода. Суть самой речки в том, что по ней любят всякие сладости, или жизнь, и все любите и всякого такого. И в чем я первая мысль была рисовать эту работу маркером. Но в итоге я решила, что не получится передать цвет. Ну, мне захотелось сделать какую-то нежную работу. Я поняла, что маркерами я не получится передать, что это такая нежность какую-то. И поэтому я совместила акварель и маркеры. И здесь несколько других местах просто есть маркерами. Обязаны на пусты, или какие-то еще растения. И в итоге получилась такая работа. Спасибо. Очень интересно. Вопросы? Вопросы про птички, когда вы думаете? Птички, которые задели. Вообще на работе здесь есть несколько птичек. Я уже даже не помню, сколько. И вот такая шутка я рисовала ее вообще забавно, что здесь очень много птички. Поэтому здесь птички некоторые не дорисовываю, а здесь рисовываю. Наверное, можно иметь птичку. Сложно играть, да, наесть птичку, да? Хорошо, еще вопрос, пожалуйста. Почему птички не изучают? Интересный вопрос. Я, кстати, даже не знаю. Это будет вопрос. Но, может быть... Вообще, если уже на такую тему думать, то я бы хотела, чтобы она была не чайная, а шоколадная. Это кладовая шоколадная. Это глотого. О, там даже сми. Нет. Может вам мир? Кладовая? Кладовая? Лодочкой кладовая. Кто будет легчить такие китамиеры? Не знаю, куда имя. К махе нам буду, наверное, наинируетесь. Там где шоколадную? Это шоколадная. У меня куда они летят. Я не знаю, куда они летят, как они летят. А я не знаю, куда летят борт. Это не сможет отверг. Еще вопрос. Это тоже сложный вопрос, но вообще это должно быть о рене, но в результате получилось что-то подобное. Я не знаю, почему он меняет зверя, но имеет такая ассоциация с ломбадом и коносом на рене. Маша, ждем следующую работу, подробности к этому зверю. Ты уже заявила о нем теперь? Спасибо за вопросы. Если кто-то еще хотел что-то спросить? Если же нет, то тогда мы аплодируем. Аплодируем всем нашим любимым участникам, которые сегодня пришли и рассказали о своей работе. И сейчас мы приглашаем вас пройти в шатер. И Владина сейчас расскажет о своих работах, о своей динамике, о своей профессии. И попутно вы можете захватить сладенькое со стола и взять немножечко чая. Заходите, пожалуйста. Если кого-то не будет нажать в место, мы приедем. Спасибо. 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 Спасибо.